всем привет с вами кекс и сегодня я буду делать крем тофе он у меня будет в определенный тортик входить я вам тортик покажу дальше от крема у вас отлично подойдет для любых пирожных и тортиков и начинок то есть ну пробуйте на самом деле крем очень простой на основе масла можно делать на основе сливок если хотите и заварная основа и плюс сгущенка сейчас я делаю заварную основу на огонь я поставила 300 миллилитров молока плюс сахар и это поставила на огонь подогреваться отдельно 100 грамм молока вот у меня в ковшике и здесь вы видите уже сюда я добавляю то что я буду заваривать то есть сюда у меня пошло какао 4 столовые ложки ложки без горки если вы будете брать то ложки без горки также сюда идет два яйца и 2 столовые ложки муки или как у меня я взяла одну столовую ложку муки одну столовую ложку крахмала вот чтобы наверняка и собственно это все добро нам нужно перемешать до однородной консистенции чтобы у нас не было никаких комочков ни в коем случае чтобы у нас заварная основа потом не требовала не как чтобы ее там через сито протирать или еще что-то вот я смотрю на венчике у меня ничего нигде не остается быстренько поколотила посмотрела что все у меня здесь однородно тем временем у меня уже практически закипело моё молоко которое с сахаром на огне у меня стоит и вот я его снимаю с огня и тоненько струйка буду вводить холодную то есть кипящее молоко в холодное постоянно перемешиваю венчиком или если у вас венчика нет можно вилочка даже просто ну постоянно перемешивая чтобы не заварились у нас яйца молоко крахмал то есть то есть мука крахмал чтобы это у нас не заварилась и возвращаю это на огонь при постоянном перемешивании нам надо довести эту смесь до кипения вот видите масса еще совершенно жидкая буквально чуть-чуть она отличается от просто какао вот чуть-чуть гуще ну я перемешиваю на огне чуть больше чем на маленьком то есть на ну не на среднем на таком чуть чуть больше маленького огня и перемешиваю до закипания вот вы видите первые пузырики его начали подниматься у меня я буквально после этого еще пять секунд перемешиваю после того как первые пузыри сна пошли что значит что смесь моя закипела тем самым я вижу что у меня заварился крахмал то есть он прошел термообработку и мука и не будет вот этого привкуса крахмального поэтому надо дождаться первых пузырей и 5 секунд буквально чтобы эти пузыри пробыли теперь нам надо эту смесь остудить чтобы остудить ее и до ней не возникла никакая корочка ничего мне нужно ее накрыть встык или пищевой пленкой ну собственно лучше всего это сделать пищевой пленкой я отрываю кусочек пищевой пленки и укладываю встык соприкасаясь со своим кремом так и конденсат не будет возникать если вы крышкой накроете будет будет конденсат и собственно никакая корочка у вас не появится я вынесла на первое время на балкон а потом вернула в комнату чтобы она стала комнатной температуры и выложила свою сгущенку 300 грамм чтобы она тоже становилась комнатной температуры вместе со сгущенкой я выложила и маслом и мне понадобится сюда 300 грамм масла масло вы видите размягчилась при комнатной температуре собственно все продукты у нас которые мы будем сбивать должны быть одинаковой температуры поэтому они должны вместе как минимум час простоять еще при комнатной температуре то есть я остудила один крем с холодильника достала сгущенку и масло и она у меня потом стояла при комнатной температуре чтобы стала одинаковой масло 300 грамм я начинаю взбивать и сейчас потихоньку начну вводить свои остальные составляющие я начала в этот раз и сгущенки без разницы собственно вы можете начать вводить первую заварную основу а потом сгущенку вводим по столовой ложке до полного перемешивания сейчас нужно посильнее наверное миксер включить и собственно я вот бросаю по одной ложке смотрю что эта ложка у меня уже разошлась и бросаю сразу следующую вот если я брошу сразу всю свою смесь моя масса может расслоиться то бишь масло не не сможет так быстро захватить всю жидкую составляющую как бы в себя то есть по сути это сейчас мы делаем процесс эмульгирования то есть мы делаем эмульсию из масла и жидкости вот поэтому нам надо здесь прибегать к некоторым постепенности нельзя все вместе все сразу ну собственно вы видите размешивается хорошо приобретает такой красивый карамельный цвет вот вам пожалуйста уже сгущеночный крем вот но у нас же не просто сгущеночный крем у нас кем тофи поэтому этот крем он такой в меру шоколадный и плюс такой привкус у него и риски но очень интересно получается на самом деле можно делать просто шоколадный крем на этой основе не делая со сгущенки а просто чуть больше заварной основы сварить вот поэтому это все на ваш вкус здесь уже можно варьировать можно чуть больше сгущенки чуть меньше заварной части то есть как вам собственно нравится также я уже сказала что можно делать на сливках вот но здесь чуть чуть посложнее здесь получается нужно сливки вначале разделить на две порции одну порцию сливок взбить со сгущенкой и шоколадной смесью вместе перемешав их а вторую порцию взбить отдельно и потом смешать чтобы у вас не было забитая тяжелая масса чтобы было более воздушная ну просто так получается менее жирно если вы не хотите сильно жирно или на сметане можно сделать на хороший на домашний и желательно сепараторный на кислой сметане не получится у вас на магазины вот получился собственно наш крем скоро буду делать с него тортик вам покажу крем очень хорошо держит форму то есть по сути его даже в принципе с мешка можно что-то украшать он такой вот стоячий прям весь вот и отлично для заварных такой крем подойдет от них от него и за счет масла не размокнут заварные наши в общем пробуйте крем очень вкусный а с вами был кекс спрашивайте если вдруг что непонятно под видео подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх до новых встреч пока пока